Нападающий клуба 2-го бельгийского дивизиона Ставрос Глувци сможет оказаться в тюрьме за кражу из магазина ноутбука стоимостью 800 евро? Нет, ну понятно, что зарплаты в бельгийском чемпионате не чета российским. Но оправдывает Ставроса то, что стырил ноутбук он с благой целью. Хотел срочно посмотреть новости на Спорте ТВ. Здравствуйте! В эфире о Спорте ТВ новости от 24 января и я, Александр Журавлев. Полузащитник Челси Хуан Мата согласился на переход в Манчестер Юнайтед. И тут надо сказать, что болельщикам синих не стоит особо беспокоиться, ведь МЮ и Челси больше не будут встречаться в этом сезоне. А вот с прямыми конкурентами аристократов за чемпионство МЮ еще предстоят матчи. Получается, что, ну например, Зенит покупает игроков, чтобы ослабить своих конкурентов, а хитрый Лиз Мориньо продает, чтобы усилить конкурентов своих конкурентов. В Белгородском Салюте терпящим финансовый крах осталось всего 11 футболистов. Для справки ушло уже 15 и, думается, это не предел. Спрашивается, как помочь Салюту? Да элементарно. Надо просто, чтобы туда перешел поиграть защитник московского Динамо Борис Ротенберг. Потому что, во-первых, Ротенберг старший, владелец Динамо, клуб, в котором играет его сынок, в беде точно не оставит. А во-вторых, сам футболист получит долгожданную игровую практику. Ну, потому что, когда в команде 11 человек всего, совсем уж сложно и в такой ситуации на скамейке запасных оставаться. Украинский боксер Александр Усик сообщил, что его друг Александр Гвоздик также планирует стать профессиональным боксером. Ну что ж, перчатки ему в руки. Главное, чтобы Усика не порвал какой-нибудь тузик и его не повесили на Гвоздик. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление двукратной чемпионки мира Дарьи Домрычевой. В Ангольце она заняла только пятое место. Нам удалось дозвониться до самого Александра Лукашенко и услышать его мнение. Алло, здравствуйте, Александр Григорьевич. Так что вас так взволновало в выступлении ваших спортсменов? Ну, во-первых, это наши спортсмены. Отпечатление, что они проезжают на соревнования, чтобы хоть немножко вальяжно так побыть не нашими. Как можно было проиграть какой-то Бергер на последнем подъеме, а? Ну да, пробежала ты на 350 метров больше, но ты же белорусский народ, представляешь? Ты хоть представляешь себе белорусский народ, ты? А, ну вообще-то, Дарья, на 600 метров больше пробежала. Ой, да у нас за автобусом дольше бегут. И что радуются? Это же для здоровья все делается. И весь белорусский народ это понимает. Почему от нотарья этого не понимает, а? И уж совсем непонятно, зачем на соревнования возят мужиков. Тетки бегут, бабки бегут, детки там бедные бегут, а эти... Это не мужики! Яны... Так, эй, вы мужчина! Мужчина, я вам говорю, но кто-то кран отворачивает, а? Горышки ж мои! А прокладку почему не поменял? У вас там у кого-то что? Тоже как у биатлони что ли, а? Опять в армии не служили, я вам говорил. Так, я вам зараз покажу. Эй, пробачьте, вы меня тут в интернете извините, занят я, и не звоните мне больше. Ну, вот опять ничего без меня не могут зарабить. А ну дай ключ на 12, бестолочь! Спасибо, у нас на связи был президент Белоруссии Александр Лукашенко. И главная новость дня. Фабио Капелло сегодня утром продлил контракт со сборной России до 2018 года. Этой новостью обрадовались все. Болельщики, РФС, сам Капелло, даже Роман Широков. Все, кроме Бышевца. Анатолий Федорович возмутился и заявил, продлять контракт надо было после чемпионата мира. И не с Капелло, а со мной. На этом на сегодня все. Вы смотрели новости о Спорте ТВ от 24 января. Меня зовут Александр Журавлев. Заходите к нам на сайт и подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!